На днях в интернете появилось видеообращение жителей города АлатРа к президенту страны. Жильцы дома номер 4 по улице Горького пожаловались на ряд недоделок в доме, которые мешают им нормально жить. Для выяснения обстоятельств на место выехала комиссия во главе с руководителем Государственной жилищной инспекции Чувашия. Этот дом по улице Горького в АлатРа заселили в 2013 году. Новоселы радовались недолго, постепенно стали замечать недоделки застройщика. По стенам дома расползлись трещины, не работает вытяжка. Отсюда повышенная влажность и даже слизни появились, жалуются жильцы. И так уже 4 года. Она каждую зиму, у нас проходит воздух, сырость, сырость, воздух. И мы как купол янете плесень, я обрабатываю три раза от плесени. Главный жилищный инспектор Чувашия Виктор Кочетков сам осмотрел квартиры этого дома. Система вентиляции действительно оставляет желать лучшего. Естественно, вентиляция в жилом помещении должна обеспечиваться путем притока воздуха. То есть приток воздуха, он должен быть организован. Как бы это ни звучало, там жители скажут, мы должны работать постоянно с открытыми форточками, промугами. Но у вас есть режим микропроветривания. Если режим микропроветривания вас не устраивает, есть различные дополнительные приспособления. То есть, да, при строительстве в доме они не были учтены и проектом не предусматривались. Но единственная установка этих устройств. В 11-й квартире пожаловались. Прошлой зимой промерзли стены. Чиновники обещали, когда похолодает, направить сюда инспекторов, чтобы провести еще одно обследование. Подтвердиться, либо не подтвердиться. Учислено того, что застройщик подтвердил, что на самом деле ими были приняты определенные меры по дополнительному депритвению перекрытий. Но учитывая то, что все-таки у них здесь монолитный пояс был проложен, то есть как раз по периметру здания, под плитой покрытия по среднему этажу, то есть не исключаем такой факт, что все-таки может быть, например, занятости происходит при очень низких температурах наружного воздуха. Но теплоизоляционные обследования все это покажут. После комплексного обследования дома всеми специалистами будут приняты конкретные меры. Этот вопрос вполне решаем, считают представители комиссии. Но почему власти города «АллатР» тянули с этим несколько лет, пока не совсем понятно. В результате нашлись доброжелатели, которые и помогли людям записать видеообращение и даже текст отредактировали. Мы же не думали, что нас в интернет выставят. Надо, ведь это только обалдели, обалдели. А что думать? Я никогда не думать, надо бы предупредили. Исходя из вашего ролика, создается, что здесь дом действительно реально аварийный, здесь ничего не функционирует. Да, к вас поступали обращения в течение 16-го года у нас начали выступать, 16-18 год, соответственно, наши инспектора. Ну что-то нам устраняли, конечно, мы не говорим. Что-то устраняли, но у нас больной вопрос по вентиляции. Ну вроде бы обещают, как нам что-то сделать. Потому что это действительно, выезжали по всем вопросам, которые вы сказали, то есть, но у вас нет. Ну да, да, мы не против, да, помогали нам. Главный жилищный инспектор выслушал и перепроверил все жалобы. Спустились и в подвал, осмотрели стены. Трещины в фундаменте в подвале есть или нет? Нет, нет. В подвале нет. Комиссия предположила, что трещины идут не от фундамента, а из-за того, что дом достаточно молодой и дает усадку. В таком случае устранить неполадки будет легче. Виктор Кочаков пообещал, что лично проконтролирует проведение ремонтно-восстановительных работ в доме по улице Горького, 4. Сирия.